Впервые в Кувейте прошли Дни культуры Кыргызстана. Они организованы в рамках Года истории и культуры. Программа была насыщенной. В Кувейтском национальном театре были развернуты выставки работ кыргызских художников, декоративно-прикладного искусства и выставка, посвященная туристической индустрии Кыргызстана. Праздничная часть была представлена концертом деятелей культуры и искусства Кыргызстана. Своими впечатлениями делится Эльнура Молдокадырова. В рамках Дни культуры Кыргызстана в Кувейте в национальной библиотеке этой страны состоялась выставка кыргызских художников. На картинах отражены мотивы яркой кыргызской природы, быта и культуры кыргызского народа. Культурный мост между двумя странами начался с открытия выставки кыргызского изобразительного искусства. Мастера привезли не только декоративно-прикладное искусство, но и работы известных художников живописи, графики и кожи. Я думаю, что они через наши картины увидят нашу прекрасную природу, Исакуль, горы. Мы увидели, что у вас очень богатая культура. Мы особенно любим и ценим изделия ручной работы. Наши женщины любят красивые вещи. Их мы надеваем только по праздникам. Национальный колорит зрители смогли увидеть и на показе коллекции от дома моды «Дильбар». Они содержат и национальные мотивы, восточные, но вместе с тем очень женственные и, в общем-то, отвечают тенденциям современного времени. На туристической выставке, рассказывающей о красотах Кыргызстана, развитии туризма, посетителям были представлены этнокультурные изделия. Национальные сувениры, кыргызские напитки, бурсоки, горный мед и фрукты. Это большой шанс для того, чтобы показать себя, увидеть их страну и культуру. К тому же, одно из наших направлений в экономике – это развитие туризма. Мы ведь делаем на это большие ставки. В этом плане есть хорошие возможности. Кыргызская культура добралась и до Кувейта. Впервые в истории здесь проходят Дни культуры Кыргызстана в Кувейте. Лучшие артисты, фольклорно-этнографический коллектив, певцы, танцоры и дизайнеры показали гостям кыргызскую культуру. Кыргызский дух особо чувствовался на праздничном концерте. Программа включала в себя все жанры искусства – фольклор, классику, поп-музыка. Солисты филармонии Бакатшатенов и Умирзакаипов. В сопровождении фольклорно-этнографического коллектива Ордо Сахна и танцевальный коллектив Акмарал вызвали восторг публике. В заключении шейх, министр культуры и информации Кувейта, лично вручил презент режиссеру концерта. Это мероприятие стало возможным благодаря визиту президента Кыргызстана Алмазбека Тамбаева в Кувейт в декабре прошлого года. Тогда он встречался с Эмиром, была достигнута договоренность о культурном сотрудничестве. Все расходы на проведение дней культуры Кыргызстана в Кувейте взяла на себя кувейтская сторона, что отрадно. Встретили нас очень тепло, организация на высшем уровне. Всю неделю кувейцы смогли наслаждаться культурой кыргызского народа. Мы очень рады, что сотрудничаем в этом направлении. Кыргызская сторона выразила признательность кувейтской стороне за содействие в организации и проведении дней культуры Кыргызстана в Кувейте. В мае нынешнего года планируется провести Дни культуры Кувейта уже в Кыргызстане. Эльнура Молдокадырова, Эльдиара Санбаев, Общественный Первый канал, Государство Кувейт, город Эль-Кувейт.